Здравствуйте, друзья! Функция BaseGetType позволяет получить тип объекта. У нас типы объекта квадрата, окружность, изображение. И все это можно получить для того, чтобы в будущем идентифицировать, например, на что мы столкнулись, типа, что это за объект, что с ним делать. То есть как-то отсеять, например, объект на сцене. Итак, GetType. Давайте проверять, как работает. Это можно сделать вне игрового цикла. Например, у нас вот Vogue, ходячий персонаж. Давайте узнаем, что это. Итак, Vogue и вот, GetType. Выбираем из предложенного сниппета готового варианта. И все это помещаем в консоль. Отлично. И у нас это анимационный объект. Ну, да, несложно догадаться, что это анимационный объект. Так он называется. И именно так его можно в будущем проверять. А вот, например, у нас есть фон. Фоновое изображение. Давайте здесь вместо Vogue сделаем фон. Посмотрим, что это будет. Это будет ImageObject. Отлично. Если мы создадим какой-то квадрат, это будет ReactObject. Ну что ж, друзья, на этом я завершаю этот видеоурок. Спасибо за внимание. С вами был Александр Птичкин, основатель образовательного портала Multiroki.ru и разработчик игрового движка PointJazz. До встречи в новых видеоуроках. Пока.